А ты что не брал с собой кроссовки? Забыл? Везу сегодня Антоху, он едет на соревнования в Динскую. Сегодня финал, да? Да. С классом. Как красиво солнышко просыпается. Да, лучи как свои, да? Уже видно. Уже видно, да. Сегодня будет хороший день. Гля, вон, два автобуса встретились вдалеке. Наш школьный и другой из школы повернул как раз. Все, мы едем в школу. Сегодня будет хорошая погода. Да, сегодня будет тепленько. Вот, Антоха отвезла. В этот раз другая мамочка едет. Антоша говорит, ты побудь. Если она придет и едет, то тогда ты не едь. А если эта мама не едет, то тогда ты едь. В общем, я поэтому побыла. Там все нормально, все едут. А в школе начался сегодня первый день приема документов в первый класс. Там такая уже очередь. Я помню, как я в прошлом году, если вы помните, два дня ходила. Первый день вот так же рано поехала. И уже была какой-то там, что меня даже в первый день не приняли. И только в 12 часов, ну, к 12 примерно к обеду, может, там к 11 следующего дня меня приняли. Поэтому, в общем, представляю, как всем хочется выбрать учителя. Поэтому вот там весело. Сейчас в коридоре в нашей школе. Я уже дома буду завтракать. Яичница перемешанная, бутерброд, колбаска, помидоры. Так, слушай, почему только страница 30 и страница 1, если здесь какие-то разы, да. У меня тут готовка уже идет полным ходом. Здесь готовится плов, как всегда в мультиварке. С индейкой. А я еще дома сидю. А чего ты дома сидишь? Я хочу уникальность менять. А-а-а, да? Когда очень зелененько смотрится. Тогда ты уже отправишься, да? Да. В детский сад? Ты хочешь, да, в детский сад? Мама, знаешь, что сердце, она бьет. Сердце бьет? Кого бьет? Да, когда бежит, она сильно, когда лечет, она просто медленно вот так. Дун, дун. А кого она бьет? Ну, сердце. Сердце бьет или бьется? Больше. Правильно, да. Это чтобы мы решили. Да, это сердце, мы воздух вдыхаем, воздух попадает в кровь, и сердце наша кровь гоняет, да? Там оно как моторчик, кровь туда-сюда, туда-сюда. У нас же там внутри кровь. Внутри и у сиси. И у сиси. Так, что тут готовится? Здесь у меня тоже индейка варится. И это будет суп с галушками. Галушки в этот раз сделаю необычные. А, немного добавила чеснока и зелени. Футболку. А поди, Гриша, тебе вывернет, хорошо? Да, я салю. Вот так, у меня здесь чеснок, два зубчика, зелень, два яйца. Сейчас еще немного соль и перца добавлю. Соль моя яйца? Да, будет у нас такие суп с галушками. Ты будешь такое кушать? Я что, а суп с галушками? Ага. Я не буду есть. Не будешь? А почему? Буду, я скажу. А, будешь, да? Галушки будешь? Так, вот я уже начала замешивать тесто. Добавляю сюда муку потихоньку. Здесь у меня вот такой вот ложкой просто добавляю, чтобы получилось достаточно густое тесто. И буду формировать. И оно, в общем, немного отдохнет, полежит. Я из него буду делать вот такие вот чесночные клетки. Хочу прям, чтобы такой шарик получился, плотный. Все, теперь буду продолжать руками замешивать. Прямо в миске. В общем, должно получиться такое плотное тесто достаточно. Если честно, первый раз готовлю. Я вчера в интернете искала, потому что уже какие супы готовить, я уже, если честно, я не знаю. Но жидкое в любом случае нужно на обед. Так что сегодня вот такие вот галушки. Так, ну, думаю, все, тесто достаточно плотное. Сейчас оно еще и отдохнет. И я буду раскатывать, из этого формировать такие, знаете, как ленивые варенички. То есть сделать колбаску и разрезать ее на части. Сейчас накрою полотенцем, а пока буду готовить сам суп. Вот такой вот желтенький бульончик от индейки. Здесь уже картошка, я немного посолила. Сейчас еще поперчу. И буду варить картошку, потом добавлять сюда морковку, лук. И в конце уже клетки, которые вот здесь вот отдыхают. Тесто. Оно сейчас будет более эластичным, я надеюсь. Вот, потом будем все раскатывать. Сейчас лучок порежу. Ничего не успеваю, раскатываю быстренько. Тесто, в общем, разделила на три колбаски. Раскатала его. И сейчас разрезала, вот как ленивые варенички, с зеленью. Сейчас буду отправить в суп. Он тут уже активно кипит. Сейчас немного убавлю огонь, потому что не люблю, когда еда варится на таком огромном огне. И сейчас буду бросать сюда клетки, чеснок и зелень. На улице дождик? Прекрасно. Гришенька, интересно, ты сложил портфель, сынок? Мам. Гриш, ты сложил портфель? Я сейчас смотрю, портфель здесь стоит. А забрала Антоху. Гришу отвезла. Антоха занял пятое место. Расстроился. Там девочки плакали прям. Меньше всех плакали. Меньше всех плакали? Ну, все-таки плакали. Ой, человек. И за Мишей еще мы проиграли. А из-за тебя не проиграли? Нет. Точно? Вот я на скотанку, она же кормушка. Надо ее привязать. Хорошо, пошли. Так, папуля наш снял дверь. Два дня назад сегодня купил стекло. За 400 рублей, как оказалось, да? Ой, тихо, не проходит. 400? Нижняя. И теперь ура, мы готовы к лету. Можем опять использовать. Так, мне все, я выключаю камеру, буду держать. Так, все, мы почти повесили. Осталось все шурупчики докрутить. Все как и было. Вырезали стекло. Остер, Женя, в общем-то, снял нижнюю вот эту планку, вставил стекло. Дверь хорошая, она деревянная. Уже исправно разбирается полностью вся. Так, что трансформация прошла успешно. Так, Гриш, ты не ответил. Пошли. Ты спросил, откуда я пришел. Афоня, расскажи, кто в гости приехал? А, смотри, какая у меня подушка есть, смотри. Гриш, не надо его, не надо, Гриша. Гриша, я тебе говорю, не надо. Это большая, положи. Мама. Что, Афоня? Потерянку на кухне пить. А сейчас я Гришу на карате отвезу и включу. Мама, включи. Пойдем, пойдем. К Антошу пригласил гостей, да, Антош? Сейчас будет вечеринка не только у мамы, но и у детей. Мама, надо дать пиццу. Сейчас папа все закажет, папа все знает. Можно тут я засниму, какие у нас тут... А во сколько забирать? Короче, у нас тут девичник. Круто. А где вот эти вот... Как эти... Наруто какие-то должны быть. А какие вот еще какие-то, да? Это Цезарь. Которые зелененьким? Да. А Наруто, они как? Вот. А вот это они, два их, да? Круто. Рекса выпустили. Марсик, ты не заходи. Рекс. Марсик, и ты тут ждешь. Сейчас будем заходить. У нас тут уже чемоданчики собраны. Набрали главное побольше обуви. Завтра поедем. Даже сегодня, да? Сейчас 12.30. Мать вернулась после девичника. Не, ну было бы, знаешь, прикольно. Девичник не дома. Вот, чтобы прям потанцевать. Потом так как-то без... Мальчишник, в принципе, не дома тоже. Да? Прикольно. Была своя вечеринка, да? Пицца. Передай привет. Привет. У вас девичника, у нас... У нас пиццерия. Да. Пиццерия! Тут музыка во всю. А это мне. Облизайтесь.